Дорогие коллеги, доброе утро! Рады приветствовать вас всех в заповедном посольстве парка Зарядье. Хочу отметить, что наш университет, Государственный академический университет гуманитарных наук, который в этом году отметил 25-летие, действует на базе соответствующих по профилю научных институтов Российской академии наук. И наша, конечно, главная миссия университета, наша главная задача – это готовить молодое поколение ученых-гуманитариев. Но оказалось, что мы готовим не только ученых-гуманитариев такого широкого достаточно профиля, специализирующихся на различных проблемах России, различных проблемах мира, на проблемах России и мира, на проблемах России в мире, мира в России и так далее. Но мы еще по нашим выпускникам, все-таки выпускников у нас уже в этом году будет 5000 человек, мы обратили внимание, что мы также готовим и специалистов в медиатехнологиях, в медиасфере. Более 30% наших выпускников работают в различных медийных корпорациях и холдингах. И вот наш университет совместно с Парком Зарядье вчера начал достаточно большое мероприятие, такой глобальный медиафорум студенческих и молодежных СМИ. Я это говорю к тому, что вы, как участники симпозиума, имеете возможность также приобщиться к тем мероприятиям, которые проходят не только здесь, в заповедном посольстве, в лектории, но и в соседнем корпусе, в медиа-центре. И поэтому, когда у вас будет желание или время свободное, вы можете сходить также и на ту площадку, там достаточно интенсивная и интересная программа с акцентом на медиатехнологии. А здесь у нас с вами сегодня и завтра начинает и ведет свою работу научный симпозиум молодых ученых-гуманитариев, который, собственно, называется у нас «Россия в мире. История, современность, перспективы». Как вы понимаете, это очень широкая такая тематика, поэтому уже даже в этих раздаточных материалах вы все получили тезисы докладчиков. Вы, наверное, уже успели посмотреть по оглавлению, увидели, что у нас с вами широчайший географический охват, у нас есть и докладчики из Японии, у нас есть доклады из Великобритании, у нас есть доклады из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, большое количество российских городов представлено. Мы надеемся, что вот этот научный симпозиум молодых ученых позволит нам посмотреть на многие проблемы по-новому, взглянуть свежим взглядом. И я уверен, что материалы именно научного компонента нашего симпозиума будут также полезны и молодым журналистам, которые сейчас на другой площадке активно приобщаются к современным медиатехнологиям. Потому что мы с вами понимаем, что без научного содержания, без научного ядра, в принципе, современная цивилизация была бы невозможна. Конечно, нам, ученым, часто приходится доказывать, особенно ученым-гуманитариям, ученым, занимающимся общественными науками, очень часто приходится доказывать свою необходимость государству и обществу, властям, понятное дело, легче объяснить, для чего им нужны атомные бомбы, танки и вооружение, или проще объяснить, для чего нужны медицинские препараты и всякие медицинские технологии. А с нами, с гуманитариями, с обществоведами, это проблема не только, на самом деле, в России, это проблема и во всех странах мира. С нами, конечно, намного тяжелее объяснять властям и нашим налогоплательщикам, для чего, собственно, мы нужны. Иногда в обществе мы сталкиваемся с отношением, что, ну, просто так, вы как бы часть развлекательного сектора для организации досуга. Но это совершенно не так, и это не наше корпоративное мнение. Мы понимаем, что человеческая цивилизация наша, цивилизация стала возможной именно благодаря тому, что гуманитарии, собственно, ученые гуманитарии, понимали и объясняли, и разъясняли, и создавали образ будущего, и фантазировали, и делали те свои предложения, которые потом, на самом деле, ученые-технари, подхватывали все наши идеи, наше предложение, наше понимание того, что нужно обществу, что нужно человеку, и потом они это просто технологически реализовывают. Именно поэтому мы очень часто видим, что писатели-фантасты, это, конечно же, гуманитарии, все-таки по своей сути, они что-нибудь придумают, а потом через 100-150 лет то, что придумали гуманитарии, технари реализуют. Поэтому, собственно, тут без нас никуда. Так вот, я по программе хочу сказать, что очень насыщенные два дня, очень интересные, и желаю всяческих успехов, и советую докладчикам, участникам, не просто подойти формально, отчитать свой доклад, ответить на парочку вопросов, а прежде всего познакомиться с друг с другом, подружиться, потому что именно в нашей коллаборации, в наших межличностных коммуникациях большая часть успеха и заложена. А теперь я хотел бы предоставить слово для торжественного открытия нашего симпозиума декану политологического факультета, профессору Федоровой Маре Михайловне. Пожалуйста. Спасибо, Денис Валерьевич. Дорогие друзья, дорогие коллеги, я рада приветствовать вас сегодня в этом замечательном здании. И вы знаете, вот открывая сегодняшнюю конференцию, мне хотелось бы сказать, что, в общем, у нас сложилась добрая традиция, наверное, она не очень давняя, наверное, где-то 5-6 лет этой традиции всего. Традиция собираться весной на студенческое такое обширное мероприятие для того, чтобы обсуждать те проблемы, которые стоят перед нашим обществом, перед всем и научным сообществом, и обществом в целом, и, может быть, даже проблемы, касающиеся мирового развития. Начинали мы весьма скромно, я вот для тех, кто не знает, хочу сказать, начинали мы весьма скромно 5 лет назад. Впервые мы собрали студенческую конференцию, тогда еще в зале заседания ученого совета Института философии на Волхонке. Было всего 2 или 3 десятка участников, не было такого обширного международного представительства. Но было очень интересно, было очень здорово, и мы действительно выпустили тогда первый наш сборник студенческий, и это было очень здорово, это всем очень понравилось. В прошлом году мы собирались здесь неподалеку, в исторической библиотеке, тоже в очень таком символическом месте, и на нашей конференции уже были представлены страны СНГ, была Украина, была Беларусь, Казахстан, то есть это был уже более широкий состав участников. И вот сегодня мы собрались в этом заповедном зале, у нас обширное представительство не только российское, не только представителей СНГ, но и представителей мировой науки, да, о чем Денис Валерьевич сказал. И я думаю, что это знаковое событие, это символическое событие, и это событие свидетельствует как раз о том, что гуманитарное знание, о котором сейчас замечательно говорил наш ректор, оно востребовано, востребовано общественностью, востребовано и научными кругами, и самой широкой общественностью. Поэтому я думаю, что это очень хороший знак, знак нам всем для того, чтобы приложить наши усилия к развитию тех проблем, актуальных проблем, которые стоят перед нашим обществом. Я посмотрела сборник, там действительно очень интересные темы заявлены для выступлений, темы действительно жгучие, которые на самом переднем крае современной общественной мысли. Поэтому мне хотелось бы пожелать всем участникам и гостям нашей конференции интересных дискуссий и действительно установления тех замечательных дружеских отношений, которые складываются и могут сложиться только в вашем замечательном юном возрасте, но которые сохраняются на протяжении всей жизни. И существование этих связей во многом поддерживает развитие научных связей вообще в целом и в нашей стране, и за рубежом, и создает вот эту международную интеллектуальную элиту, которая во многом будет решать судьбы будущего. Поэтому успехов вам всем, и я думаю, что мы все, в общем, обогатимся, заслушав доклады и принимая участие в дискуссиях. Поздравляю и желаю успеха. Спасибо. А теперь, дорогие коллеги, необходимо отметить, что наш научный симпозиум, как и любое большое мероприятие, было бы невозможно без финансовой поддержки и ресурсной поддержки, которую нам оказала одна из государственных корпораций, Транснефть и Институт перспективных исторических исследований. И я хотел бы предоставить слово исполнительному директору Института перспективных исторических исследований Анне Вячеславовне Володько. Пожалуйста, Анна Вячеславовна. Ну, как уже сказал Денис Валерьевич, что настоящий симпозиум проходит в рамках проекта «Россия в мире», который организовали Институт перспективных исторических исследований при спонсорской поддержке ПАО «Транснефть». Я бы хотела зачитать приветствие генерального спонсора ПАО «Транснефть» от участникам и гостям Международного научного студенческого симпозиума «Россия в мире. История, современность, перспективы». Приветствую участников и гостей Международного научного студенческого симпозиума «Россия в мире. История, современность и перспективы». Настоящий симпозиум проходит в рамках научного проекта «Россия в мире», цель которого — провести научные исследования о представлении места и роли нашей страны в мировом сообществе. Место России в современном мире определяется ролью нашей страны в политическом, социально-экономическом и историко-культурном мировом пространстве. Надеюсь, что настоящий симпозиум станет своеобразной студенческой международной научной площадкой для обмена проведенными исследованиями, посвященными изучению представления о нашей стране за рубежом, о вкладе России в развитие мировой цивилизации, о ее высоком международном престиже и влиянии на решение глобальных проблем современности. Желаю участникам симпозиума успешной работы. Вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Витальевич Маргелов. Благодарю за внимание. На этом торжественное открытие нашего научного симпозиума будем считать завершенным. Переходим к пленарной части и к нам сюда приглашаем профессора Рейна и профессора Декле. Пожалуйста. А Инна Геннадьевна Меркулова будет нам помогать с переводом. Нажми «включить». Нет, нажми «включить». Жан-гер. Инна Геннадьевна будет, когда выступает в качестве модератора, и переводчик. Спасибо. 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 Спасибо, Ина. Доброе утро. Теперь я говорю по-французски. Ина переводит. Анна Гаварит. Анна Гаварит. Оцен Карашо. Паруски. Oui, chers amis. D'abord, je voudrais remercier M. le recteur de cette université, d'après ce que je comprends, qui est une nouvelle université établie en Russie et qui se dévoue, on va dire, aux sciences humaines. C'est donc un plaisir de voir aussi beaucoup de jeunes dans cette salle. Et c'est toujours un plaisir pour une vieille personne d'essayer d'expliquer un tout petit peu de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a appris de la vie. Vous savez, мне очень приятно видеть в этом зале так много молодых лиц. Et vous savez, quand tu уже прожил достаточно большую жизнь, приятно поделиться своим опытом и рассказать, что tu знаешь в этой жизни. Comme Ina vous a dit, je suis physicien, j'ai fait de la physique à l'Université de Paris. Et quand j'avais fini mes études, j'avais un seul désir, j'en avais pas deux, j'avais le désir d'aller en Antarctique, dans les pays froids. Et donc j'ai été voir un monsieur qui s'appelle Claude L'Orius, qui avait fini sa thèse. Et il m'a proposé de faire une thèse sur les petites bulles d'air dans la glace. Et j'ai rencontré avec un замечательный ученый Claude L'Orius, qui m'a proposé de me devenir l'aspirant et de m'envoyer une dissertation sur une thèse spécifique, sur les boules d'air dans la glace. Je lui ai dit d'accord, mais à une condition. C'est que je puisse aller de temps en temps en Antarctique. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait de la glaceologie, et puis que je suis intéressé au livre d'histoire qui est dans la glace. Et ainsi, j'ai devenu la glaceologie, c'est-à-dire la glaceologie de l'air. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'une des plus belles expériences que j'ai faites en Antarctique, j'ai eu le plaisir, il y a longtemps, d'aller à la station Vostok, la station soviétique à l'époque, Vostok, au centre de l'Antarctique, où j'ai fait vraiment des amitiés très fort avec les scientifiques russes qui travaillent sur... Moi je les appelle les polarniques qui travaillent sur les régions froides. Nous avons une chance, je dois dire, d'avoir accès à cette merveilleuse carotte de Vostok. Donc on appelle ça des carottes, c'est un cylindre de glace, qu'on prend en Antarctique, on for, et on prend cette carotte de glace, et les soviétiques étaient vraiment les rois de ces forages à l'époque. Et il faut dire, qu'à ce moment-là, la soviétique, c'est-à-dire qu'elle était devant toute la planète, dans l'ambiance d'essayer de l'eau dans les régions. De là est née une coopération qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, pour ne pas dire à peu près 40 ans, qui est très forte, et où avec les... en particulier les gens de l'AHARI, à ANI, à Saint-Pétersbourg, qui travaillent donc sur les régions polaires, et aussi l'Institut de géographie ici, de l'Académie des sciences. Nous avons des collaborations très fortes et très actives avec des réunions annuelles. Et donc, à ce moment-là, nous avons commencé notre сотрудничество, qui dure des dizaines dix ans, presque 40 ans. Je travaille régulièrement régulièrement avec des collègues de Saint-Pétersbourg, avec des spécialistes de la région polaire et aussi avec l'Institut de géographie de l'Iran. Bon, maintenant, je vais vous parler de l'histoire. Je ne suis pas historien, mais en tant que glaciologue, j'ai l'impression qu'on a puisé dans les archives, qui ne sont pas des livres, mais qui sont des livres solides, qui sont la glace, qui sont les sédiments marins, qui sont tous ces sédiments-là, la géologie, les cailloux qu'on trouve sur notre terre, pour essayer de voir si on a un message sur comment le climat a varié. Simplement, je voulais vous dire, mon but ici, c'est de vous parler des variations du climat, mais sous un angle qui n'est pas tellement ma spécialité, qui est le rapport entre les variations du climat et les sociétés. Et, en tant que l'on peut dire, je vais parler de vous comme historique, non historique classique, parce que je suis en train de lire l'histoire, je suis en train de lire l'histoire, je regarde comment évoluioner le climat, et ma dernière question, c'est la question de l'essence entre les changements climat et les processus, qui sont en train de lire l'histoire. Le texte que vous voyez ne va pas vous aider beaucoup, parce qu'il est en français, mais c'était pour Ina, en fait, que j'avais écrit ce texte-là. En plus, c'est bien. Donc, vous voyez, finalement, ma passion au début, c'était véritablement une passion d'historien scientifique, qui, essayant de comprendre le message qui est dans la glace, dans les petites bulles d'air, la composition de la glace, etc., qu'est-ce qu'on pouvait vraiment comprendre et apprendre du climat passé. Et c'est grâce à une communauté, on a mélangé un petit peu ce que les géologues nous racontaient sur les cailloux depuis le début de l'histoire de la Terre, on a mélangé ce qu'il y avait, le message qui était dans les sédiments marins, au fond des océans, il y a des sédiments qui se forment, ils se mettent les uns sur les autres, comme un livre d'histoire, là aussi, et il suffit de lire l'histoire qui est... Il suffit, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais il s'agit, en tout cas, de lire cette histoire. Ou bien dans les lacs, dans les sédiments aussi de notre Terre, les sédiments des lacs, par exemple. Voilà des exemples de messages que l'on peut trouver tout simplement sous nos pieds ou dans la glace, voilà. Et vous savez, sous nos pieds, soit c'est l'eau, soit c'est l'eau, c'est l'océan, soit c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, partout sont les messages et il faut regarder les choses, pour comprendre. Et cela nous raconte l'histoire de l'histoire du monde. L'histoire du monde, parfois aussi assez proche, mais l'histoire du monde, parce qu'il n'y avait pas de livre. Personne n'avait écrit un livre d'histoire au fur et à mesure de l'évolution, par exemple, des hominés, des populations. Donc, pour ces époques-là, il faut se retourner vers le message de la Terre. Et les historiens, ils rentrent dans cette histoire. Les historiens, ils sont venus beaucoup plus tard, alors que l'histoire, on pense toujours que c'est toujours le lointain. Non, les historiens, ils sont venus dans les années 50, il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, mais nous, on peut vous aider aussi, parce que, au moins sur le dernier millénaire, mais en tout cas certainement sur le dernier millénaire, on a des archives, des choses qui ont été écrites par les agriculteurs, par des gens qui vivaient tous les jours les changements climatiques. Et grâce à ces archives, qui cette fois-ci, c'est du papier, c'est véritablement du papier, c'est plus de la glace, c'est plus du sédiment. Et c'est venu en message complémentaire, pour avoir une image plus variée, plus ample, de l'histoire du climat. Et donc, si vous aimez mieux, c'est véritablement ce genre d'archives, sur lesquels j'ai travaillé, pas sur le papier, mais sur les sédiments. Mais, en même temps, moi, à l'époque, tous les scientifiques s'intéressaient essentiellement à l'histoire du climat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, parce que ça devient un problème important pour la vie de tout le monde, j'ai envie de vous parler, finalement, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ces archives du passé, sur les sociétés. Et donc, je vais centrer un petit peu mon exposé. Alors, je suis plutôt expert du climat, et pas beaucoup de l'histoire, mais je vais essayer de faire une petite combinaison des deux. Et vous allez voir, je vais prendre quelques exemples, je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, Je vais prendre quelques exemples pour vous expliquer ce que, dans ces exemples, on pense qu'il y a eu une influence, véritablement une influence du climat, non seulement sur les sociétés, je dirais sur les populations d'abord. Sur les populations, c'est eux qui réagissent, les premiers. Ensuite, sur les sociétés, et peut-être, peut-être que je vais un peu trop loin, mais aussi sur les civilisations. Et je vais parler, comment, justement, les gens, les civilisations, ont влиué sur les changements du climat. Bien sûr, vous me direz, c'est clair, il n'y a pas que le climat qui influe, où les gens vont vivre, pour quelles raisons ils vont vivre à tel endroit, comment les pays se forment, comment les populations se regroupent, etc. Des exemples très simples. Pourquoi il y a des populations dans des milieux très difficiles, comme l'extrême nord, c'est vrai en Sibérie, c'est vrai au Groenland, il y a des populations au Groenland, et il y a aussi des populations qui vivent dans des conditions difficiles sous les tropiques, et en particulier dans les forêts tropicales. Donc, on voit bien qu'il y a d'autres raisons que le climat qui va influencer. Mais néanmoins, je pense qu'on peut tirer du passé de jolies leçons sur l'influence des changements climatiques, et puis après je terminerai peut-être sur aujourd'hui et sur le futur. Alors, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est les cours de climat sur notre histoire. Je vais vous raconter à ce qu'il y a des conditions extrêmes que les populations vivent en Sibérie. Je vais vous raconter à des exemples de les populations qui vivent dans les tropiques. Bien sûr, non seulement le climat влияет sur leur vie, mais tout-est-à-dire qu'il y a des normes de leur vie qui se déclinèrent à leur climat. Alors, ce que vous voyez là, c'est la courbe de température de notre Terre, de notre planète depuis sa naissance il y a plusieurs milliards d'années. C'est un schéma. Il y a beaucoup d'incertitudes dans la partie ancienne, et puis plus on va vers le présent, plus on a de données qui sont, disons, plus robustes, comme on dit. Et la droite que vous voyez là, verticale, ça représente le climat aujourd'hui. Juste pour vous dire, pas grand-chose, une seule chose, c'est que depuis la naissance de la Terre, notre atmosphère a changé de température amplement, et c'est bien évident qu'elle a eu une influence énorme sur le développement de la vie, pas uniquement de la vie humaine, mais de la vie dans les océans, quand les océans sont formés. La vie des microbes, des microbes, c'est extraordinaire, il y a plein de microbes sur notre Terre. Ce sont des parties vivantes extrêmement importantes, c'est pour vous donner quelques exemples. Il y a bien d'autres exemples, bien sûr, le développement de la biosphère aussi. Et cette schéma, elle montre, comment, justement, cette courbe. Maintenant, je vais tout de suite aller vers la fin de cette longue époque, mais pas tout à la fin. Je vais aller dans ce qu'on a appelé les grands cycles climatiques, c'est-à-dire que notre Terre, depuis quelques millions d'années, vit une succession de périodes froides, qu'on appelle les époques glaciaires, et de périodes, des espèces d'oasis favorables à la vie, qui sont les interglaciaires. Et ici, je vais déjà parler au bout de l'époque, pas au bout de l'époque climatique, mais au bout de l'époque climatique. Et pour vous donner un exemple, je ne vais pas vous monter beaucoup de courbes, vous n'en faites pas, mais je vous montre simplement ici les variations de la température. Dans la glace, dans la glace de l'Antarctique, il y a la composition de la glace qui dépend de la température à laquelle la neige s'est formée. Et donc, vous avez un espèce de paléoptermomètre. Et ce que je vous montre ici, ça, c'est cette fameuse carotte de Vostok dont je vous ai parlé. Et ça, c'est une autre carotte qui a été prise aussi en Antarctique, qui vous montre que c'est quelque chose qu'on retrouve parti. Qu'est-ce qu'on voit ? Des oscillations à peu près tous les 100 000 ans. Vous voyez les pics, ces fameuses périodes plus chaudes, qui sont plus courtes dans le temps, à peu près 10 000 ans, de 10 à 30 000 ans. Et puis les périodes froides, qui sont beaucoup plus longues, avec des variations, et qui se reproduisent à peu près tous les 100 000 ans. Et donc, on vit un petit peu dans ce système depuis, on va dire, 3 millions d'années à peu près. Et on a ces successions que l'on retrouve toujours. Et ces deux criffes nous montrent, que pendant presque 3 millions d'années, nous vivons entre ces ciclons большого холодa et de l'église. C'est un peu comme un paleotermomètre. Et ici, vous voyez, à l'aise, l'aise, qui est à la станции Vostok. C'est qu'à 100 000 ans, ce sont les 100 000 ans. Aujourd'hui, on est dans cette période-là, on est dans ce côté-là de la courbe. Et le dernier oasis de chaleur, c'était il y a peu près 120 000 ans. Et le dernier, le plus tôt, le plus tôt, le plus tôt, c'est qu'à 120 000 ans. Ça, c'est assez intéressant, parce que c'est une vue un petit peu artistique de ce que pouvait être la Terre à une époque glaciaire. Ça, c'est à peu près il y a 20 000 ans. Et c'est ce que vous voyez sur la partie gauche, sur la sphère, sur le globe à gauche. Et ici, vous voyez, слева, c'est un peu comme ça, c'est un peu impressionnant. C'est ce que vous voyez, comme ça peut être la Terre à 20 000 ans, avec la lumière de la Terre, et là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire de la globale de la pluie. Il y a 20 000 ans où vous voyez l'hémisphère nord, la partie nord de l'hémisphère nord, était complètement couverte de grandes calottes qui avaient des dimensions semblables à l'Antarctique. Aujourd'hui, il ne reste plus que le Groenland, qui est englacé. Et ça montre bien, quand même, qu'à l'échelle, par exemple, de 10 000 ans ou de 20 000 ans, vous avez un changement de la surface de la Terre qui est quand même impressionnant, et qui, bien sûr, a eu une influence sur les populations. Rappelez-vous, le détroit de Béring, qui se trouve entre l'Asie et l'Alaska, là, ce détroit de Béring, il était asséché, et donc les populations ont pu migrer d'un continent à un autre. Et ici, je vous montre, comme la vidéo, la partie du passé, la partie de la Terre, la partie du sud, la partie du sud, la partie du sud, et aujourd'hui, vous voyez seulement la partie du Grénalité, où restent les l'Alaska. À gauche, c'est le monde, il faisait 5 à 7 degrés plus froid, seulement 5 à 7 degrés plus froid, et vous voyez, ça change complètement la physionomie de la surface de la Terre. Et regardez, voilà, à gauche, le passé, c'est seulement 5 à 7 degrés plus froid, que aujourd'hui, à la face de la Terre, c'est complètement différent. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe depuis 10 000 ans. Donc, depuis 10 000 ans, on est rentré dans un oasis de chaleur, c'est une période assez stable, où on n'avait pas de grandes variations de 5 à 7 degrés. Et vous voyez des parties, vous les voyez comme orange ou rouge, je suis d'Altonia, alors j'ai des problèmes avec les couleurs. Et ici, ce que vous voyez, c'est orange ou rouge, c'est des périodes un peu chaudes, c'est pas de grandes variations de température, c'est pas de grandes variations de température. Au début, donc, il y a 10 000 ans, en gros, entre 10 000 et 8 000 ans. Je vais vous parler d'une période un peu chaude, il y a 1000 ans, et un peu plus froide, qui est connue comme le petit âge de la glace entre, disons, les années 1300 et 1850. Alors, il y a quelque chose, il y a 8 000 ans qui est assez extraordinaire. Il y a 8 000 ans, le Sahara, vous connaissez bien sûr le Sahara, c'est le désert le plus dur qui existe actuellement en ce qui concerne les conditions d'aridité et de vie. Et depuis 70 000 ans, le Sahara a été un désert difficile, un des plus grands déserts du monde. Et puis que les scientifiques sont parfois un petit peu poètes, et c'est une bonne chose. On a découvert une période qu'on a appelée le Sahara vert. Et puis, on a fait un terme, il y a 8 000 ans, tout d'un coup, la végétation qui était au sud du Sahara, en Afrique, est remontée vers le nord. Le climat est devenu humide, des centaines de lacs se sont créés, et on a les vestiges de ces lacs. Et centaines de lacs se sont créés, la végétation est devenue luxuriante, ou presque, il ne faut pas exagérer non plus. Mais autre chose que du sable, on va dire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, les populations, des populations, qui venaient probablement du sud, sont venues, on a retrouvé en archéologie des sites, qui étaient la preuve qu'effectivement, et ce n'étaient pas des nomades, mais c'étaient véritablement des populations qui s'étaient stabilisées, et qui sont venues habiter le Sahara. Et quatre mille ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'atmosphère, les masses d'air ont bougé, la mousson, qui est quelque chose d'extrêmement important dans l'apport d'une humidité de certaines régions désertiques et des régions tropicales, en Inde et dans différents endroits, a changé. Donc c'est une véritable variation climatique, et à ce moment-là, c'est devenu assez rapidement à nouveau un désert. Et qu'est-ce qu'on fait les gens ? Eh bien, les gens, ceux qui ont pu, sont partis. Et c'est de là qu'a commencé, si vous aimez mieux, cet apport de population dans la Mésopotamie, mais surtout dans la vallée du Nil. Et ces gens sont venus, tout simplement, chercher de l'eau, et se sont établis dans la vallée du Nil. Donc vous voyez, là, on a un exemple réel, frappant, d'une variation climatique qui a eu une influence importante sur les populations de l'époque. Et voilà, ici, c'est un très clair, c'est un exemple de la vie de climat qui a影響é sur la vie des gens. Parce que les populations, les gens qui ont été dans la Valle de Sakhare, en fait, ils étaient obligés de la vallée du Nil. Ils ont apporté la vallée du Nil. Ils ont apporté la vie, ils ont apporté la vallée du Nil. Juste pour vous donner une idée, parce que c'est intéressant d'avoir en même temps l'évolution de la population sur la Terre. À cette époque-là, il y a 8000 ans à peu près, il y avait, je regarde mes notes, parce que souvent, je ne me rappelle jamais des chiffres, mais il y avait entre, une grande incertitude, on ne sait pas exactement, il y avait entre 1 million et 10 millions de personnes sur Terre. En gros, il y avait au maximum la population de Moscou répartie sur toute la Terre. Et à ce moment-là, je vérifie avec mes chiffres, il y avait environ 10 millions de personnes sur Terre. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, практически, Москва. Voilà. Donc ça, c'était un premier exemple. Alors je vais prendre un autre petit exemple qui est lié à une chose intéressante, qui est lié à l'établissement des civilisations. Alors quand on parle de civilisation, ça veut dire pratiquement une masse de population qui est arrivée et qui a créé ce qu'on appelait les grandes cités antiques. Alors on pourrait vous en citer plusieurs. Il y a en Égypte, bien sûr, il y a la Grèce, il y a Rome, etc. Mais ces civilisations-là sont marquées par l'établissement de cités antiques. Et là, le gros avantage, c'est qu'on est capable de voir les restes de ces cités antiques. Et donc on a déjà plus d'informations. Alors ces grandes civilisations, elles ont commencé probablement, je ne suis pas vraiment un expert, mais là c'est ce que j'ai lu, elles ont été initiées beaucoup en Asie. Et puis petit à petit, donc c'est plutôt, du côté Asie, c'est plutôt il y a 5 000 ans. Il y a 5 000 ans, il y avait de 5 à 20 millions d'habitants sur Terre. Et puis ensuite, ça s'est réparti, c'est venu jusque, par exemple, les Incas aux Amériques, qui sont venus un petit peu plus tard, qui sont développés depuis à peu près 3 000 ans. C'est ce qu'on appelle les civilisations anciennes. Alors ces civilisations, c'est assez intéressant, si vous regardez la carte que vous voyez là derrière, ça s'est développé dans une zone que les climatologues connaissent très bien, qui est la zone intertropicale, et on sait exactement, enfin, on sait assez bien comment ça fonctionne, pourquoi ça bouge dans le temps, etc. Et au moment de l'émergence de ces civilisations, il se trouve que cette bande que vous voyez là était très favorable à l'agriculture, et ça a été extrêmement important, bien sûr, pour le développement de ces civilisations. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a quelques belles histoires derrière. C'est la civilisation maya qui s'est développée dans la péninsule du Yucatan, là où il y a le Mexique aujourd'hui. C'est cette grande péninsule du Yucatan que vous voyez sur la carte de gauche, là-bas. Alors, la civilisation maya, elle était florissante, et puis elle a laissé des belles choses. C'est pour cette raison que j'ai vu cette photo en bas, qui était une des pyramides qui s'est développée à l'époque, mais il y a des tas de choses, qui sont, on voit des choses encore plus extraordinaires en Égypte, mais malgré tout, ça veut dire que, oui, il y avait un savoir-faire, il y avait une population qui était stable, et il y avait quand même des grandes cités. Alors, je vais vous montrer encore une courbe ici. C'est une courbe de température d'humidité, en fait. C'est une courbe d'humidité. Et où est-ce qu'on a trouvé cette courbe d'humidité ? Il y a des petits crustacés, ces petites bêtes que vous voyez là. C'est microscopique, c'est vraiment microscopique. Et ces petites bêtes, elles ont une carapace, et dans la carapace, la carapace, elle a une composition isotopique, c'est-à-dire, certains constituants de la carapace, il y a plusieurs isotopes, et le rapport de ces isotopes varie avec l'humidité. Donc, c'est génial, parce qu'on a comme ça quelque chose qui vous raconte l'histoire de l'humidité. Et il se trouve que, je crois que ça a été écrit dans un lac, qui est situé sur la carte, et qui permet de retracer qu'est-ce qui s'est passé durant la civilisation maya. Et vous vous apercevez, ici, c'est des précipitations fortes, beaucoup de pluie, et là, très peu de pluie. Et on s'aperçoit qu'entre 986 et 585 après Jésus-Christ, on a vécu une grande sécheresse. Et c'est vraisemblablement été un marqueur de l'écroulement de la civilisation. Ça veut dire qu'il y avait probablement d'autres raisons. Il y avait des raisons politiques, il y avait des raisons multiples. Mais vraisemblablement, là aussi, le climat a eu un impact. Et là, au niveau, non pas... C'est carrément des civilisations. Ce sont des civilisations qui ont eu une essence, qui se sont enrichies, et qui se sont écroulées. Alors, on utilise le mot «écroulement», c'est un petit peu pessimisme. Mais c'est quand même un petit peu ça. Et, voilà, пример de la civilisation maya, ее исчезновение, je suis en train de utiliser cet terme, « исчезновение de la civilisation». Tout ce que nous pouvons nous montrer sur cette petite râquine, parce que la поверхность, quand nous faisons un analys de l'analyse, nous pouvons comprendre, comment les changements des isotopes dans la suite de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie. Et voilà, ici, vous voyez un grafic, que au 1986 de l'amnésie, il y a un period de très grande de l'amnésie, et ça a été une des причins de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie. Alors, maintenant, je dis deux mots de la période des mille dernières années, parce qu'elle est très documentée par les historiens. Et là, on a véritablement des registres sur, par exemple, la vigne, comment elle a bougé, etc., etc. On a des indicateurs pendant cette période-là, et on sait qu'il y a eu une période, probablement, sans doute pas sur toute la Terre, mais sur une certaine partie de l'hémisphère nord, par exemple, une période chaude vers l'an 1000, et puis après il y a eu un petit âge de glace. Et si je vous raconte ça, c'est parce que, là aussi je reprends mes notes, c'est parce que j'avais réussi à dire quelque chose, mais ces petites variations-là, relativement faibles, elles ont eu aussi de l'influence sur la vie des gens. Alors, c'est une période où il y a eu des famines, où il y a eu des épidémies marquées, donc l'influence, bien sûr, sur la santé, où il y a eu des révolutions. Alors, il y a des tas d'histoires sur pourquoi la Révolution française, pourquoi toutes ces révolutions. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais le climat a probablement joué un petit peu. Il y a eu une grande famine, en tout cas en France, avant la Révolution française. Je ne dis pas que c'est ça qui a forcément déclenché, mais c'est comme tout, un petit peu de sel, un petit peu de sucre, et puis on arrive à quelque chose. Et voilà, et voilà, en ce moment, en ce moment, on a parlé de l'épidémie, de l'évolution, de l'évolution. Si on prend un exemple de la Révolution française, bien sûr, c'est pas une des причines, mais une des причines, c'est que la récidémie, c'est l'époque de l'évolution, c'est l'évolution, et comme on le dit, c'est un peu de la révolution, un peu de la révolution, et quel est le résultat, dont vous n'êtes pas encore plus. Alors, peut-être que, peut-être qu'aujourd'hui, nous vivons aussi, nous avons vécu, on va dire, au cours des deux derniers siècles, des périodes comme ça, qui ont dû avoir une influence, une influence sur le climat, et qui étaient un petit peu comme des variations naturelles, parce que le climat varie de façon naturelle. Et les derniers deux siècles, dans lesquels nous vivons, c'est un petit peu de changement climatique. Voilà, c'est un petit peu de changement climatique. Et la deuxième. OK. Alors, je pense que nous avons une deuxième présentation. Je pense que nous avons une deuxième présentation. C'est un petit peu de changement climatique. Oui. Bien. 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 On arrive maintenant aux choses, Продолжение следует... 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 И, конечно же, ледники тают. Гренландия, ее площадь уменьшается постепенно, но постоянно. Я хочу, чтобы вы показала, чтобы вы показала, поэтому есть еще одна компания, которая возникает. Это является эволюционной. Я вы говорила о людей, которых в год, в год, в год, в годах, в годах. И вы видите, я у вас таких проблем, конечно, у нас ценности. Я вам говорила о молодежи, о многом миллион, в десяты, миллион, в десяты миллион. И вот эта кривая – это увеличение, собственно, численности людей на Земле. Если я начал с таких скромных цифр, миллионы, то сейчас это, конечно, уже миллиарды. И вот здесь пример Москвы также. В конце концов, я скажу, что, да, на Земле, в ходе времени, с атмосферой, с атмосферой, с эволюцией, с космой, с цифрой, с цифрой, с цифрой, с цифрой, с цифрой, с цифрой, с цифрой. Итак, если вы смотрите исследовать的咴 Owo-Makáie, что вы взяли разirtи к produitстрой, с цифрой, с цифрой, приеме – в factory возтаксинской обстановки – И, к примеру, у таких решений вариантов людей, с цифрой, подlynки, с цифрой, τη автоматой и непосильной цифры – с цифрой face пут守 цифрой И вот здесь уже я потихонечку приближаюсь к заключению моей речи. Конечно же, в течение всех этих веков, столетий, тысячелетий, атмосфера изменялась, климат изменялся. По естественным причинам, по эволюции, из-за эволюции изменения климата, в том числе в океане, но и, конечно же, из-за человеческой деятельности. Люди, их популяции, народы, они приспосабливались к изменению климата, они мигрировали, они как-то меняли свои условия жизни, но в последнее время произошло что-то совсем другое. То есть настолько влияние человеческой деятельности уже стало огромным, что нужно что-то предпринимать. Но так, есть две элементы полностью новые, которые мы не видели, которые мы не видели, если мы смотрим только в прошлом. Это первое, это первое, что мы видим очень ярко, что мы видим от виновата, над эволюцией, над эволюцией, над эволюцией, над эволюцией. Это что-то новое в истории Земли, можно сказать. И второе, это демографическое explosion, увеличение population. Поэтому я делаю экспресс о том, где были уровень уровня в параллельном уровне. Есть эти две вещи. Два совершенно нового важных факта. Во-первых, это влияние исключительно человеческой деятельности на климат Земли путем повышения парниковых газов в атмосфере. И во-вторых, это демографический взрыв. Два этих феномена между собой связаны, и мы имеем то, что мы имеем сегодня. То, в общем, если вы имеете в виду, то есть, что у нас есть эффект и у нас есть и у нас есть консенсус в мире, консенсус, это не 100%, но у нас есть консенсус очень маркет, что нужно регулировать, но не только регулировать, но и сделать что-то увеличение температуры будет больше в душе, и, в конце концов, не будет не притчать 2 градуса. Это были обсуждения, которые происходят на уровне интернациональных и которые были основаны на работах с научными. Поэтому мы хотим, чтобы мы не притчать 2 градуса, по сравнению к притчатке индустриальной. Мы уже притчали 1 градус. Вот это, это первое. И наша сегодняшняя цель, нас, ученых, и нас вообще, людей, добиться следующего, чтобы к концу 21 века температура повысилась не больше, чем на 2 градуса, по сравнению с доиндустриальной эпохой. Потому что, когда началась индустриальная революция, мы уже добавили 1 градус. Watch cost. Я думаю, что индивидуально, если вы говорите с экономистами, если вы говорите с различными участниками, каждый везде оставляет, что, oui, есть еще какие-то solutions для не сможем преимуществиться на 2 градуса, но есть динамы, что организация тоже говорит что это будет говорить, что нужно получить изменения на роботу, как как мы становимся наше время。 Я думаю, что это может症 stick И сейчас на международном уровне дискуссии ведутся о том, как можно добиться того, чтобы не больше, чем на 2 градуса повысилась бы температура. Это изменить наш образ жизни, это изменить наши отношения к окружающей среде сознательно. И две маленькие вещи, чтобы закончить. В этих отношениях, которые являются наши отношения? Мы все, это мы все, это население. И, конечно, каждый страны ведет различные ситуации, и мы не можем не иметь какое-то хорошее хорошее место, но, да, мы все, они будут исключены. И, конечно, я думаю, что вы видите, все эти обсуждения, которые находятся в ЛОНУ и в Орле-ЛОНУ. И, конечно, я думаю, что журналисты имеют важную роль, и что журналисты имеют, вероятно, для того, чтобы рефлищить на преимущество информации. И еще раз я процитирую действующих лиц на арене этого изменения климата. Это, конечно же, сами популяции, да, сами народы, это страны, конечно же, в каждых странах по-разному, разные условия, да, и подходы к экологии. Но страны должны понимать вот эту ответственность, которая на них лежит. Это политики, да, это политические деятели, это международные организации типа ООН, которые должны об этом говорить. Но это также и журналисты, да, потому что то, что они пишут, то, что они освещают, говоря о нашей среде, это также важно. И мне в какой-то степени я им сочувствую, потому что их профессия заставляет их давать информацию очень быстро в эфир. В этом суть журналистики. Но когда мы говорим о климате, очень многие факты нужно проверять. И вот здесь они как бы заложники такой ситуации. Нужно быстро и нужно проверить. И вот здесь, если мы прыгаем 2 декреса, душе по-разному, там же есть спецназу, где мы должны быть в том, что все эти страны, если мы прыгаем 2 декреса, и не суть неспособа, в этом случае, это значит, что нужно проверить, что имеет силы для людей возникать у меня такой изменения. И это я думаю, что это входит в результате, потому что мы можем верить в результате, чтобы действительно улучшить, что мы можем верить в результате, с последствиями, и потом, может быть, мы видим, в прошлом году, это была хорошая леция, может быть, что цивилизация будет привлекать себя. И вот, в общем, это закончилось, это слишком долго, и вот, но держите оптимисты, нужно быть оптимистом, или нет, мы ничего не сможем. — Большое спасибо, Ина. — Дорогие коллеги, просто у нас, наш профессор Рейна, будет и завтра сна, и у нас, насколько я понимаю, после часа запланирован круглый стол, и мне кажется, что эта тема очень острая, и задавать вопросы можно бесконечно, она волнует всех, все понимают, что жить страшно, но нужно, и как всегда было, всегда мы, в человеке, жили. Но я, как историк, больше оптимист, чем доминиф, потому что я точно могу сказать, что именно когда похолодание случалось в нашей истории, полторы тысячи лет назад, на пару градусов стало холоднее, и случилось на пространстве Евразия великое переселение народов, и пропала Римская империя. — 500-600 лет назад похолодание в Европе привело к тому, что европейцы уничтожили все свои леса, начали добывать углы, развивать технологии, и пошли захватывать колонии по всему миру. Такой исторический опыт показывает, что люди начинают убивать друг друга из-за ресурсов, именно когда становится холоднее. А когда становится теплее, люди меньше думают о еде, провизии и так далее, и поэтому здесь я еще больше объясню. Даже если станет теплее на 3 градуса, мы точно не будем убивать друг друга, а начнем больше кушать. И я предлагаю вопрос и, в минуту, задать завтра, потому что, вначале, наш симпозиум сильно выйдет из графика. — Я думаю, что представитель университетис и историен, как он как историен. Он говорит, что, я думаю, что, это эпоха, вы mudley, который изменяет у нас мировые раскрытия для нас, это тоже изменения исторические изменения. Это появление кухонных романов, это появление кухонных, как нарушают Россию, это полная заготовка, и это батаи для области, но в результате развивания, это было для холода, а не для речевания. И так, я остаюсь как-то активист, может быть, даже более активист чем Доминич. И я предлагаю добавить вопросы, может быть, просто в конце, или еще, Доминич будет еще в конце, и все, кто хочет communиться с ним, могут это сделать. А сейчас, тогда мы перейдем сразу же к следующему выступлению профессора Декле, если у нас останется время, мы можем еще пообщаться после. Итак, я представлю следующего выступающего. Жан-Пьер Декле, доктор лингвистики, доктор математических наук, заслуженный профессор университета Сорбонна, где он основал научную лабораторию языки и познания, которая затем трансформировалась в большой центр смысл, текст, информатика, история, автор многих книг по лингвистике, информатике и логике, мой учитель. Он расскажет нам о встречах с российскими лингвистами и математиками, и о том, как они изменили его жизнь и его научный путь. Пожалуйста, Жан-Пьер. Для меня большая честь, мне очень приятно быть приглашен. Благодарю ректор университета за приглашение. Благодарю. 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 Вы знаете, да, как вы поняли, я математик, но я также занимаюсь лингвистикой, и я активно защищаю гуманитарные науки. Во французском языке гуманитарные науки говорят, что науки точные, это как бы науки тяжелые или твердые, и с юмором говорят о гуманитарных, что они мягкие. Но я скажу так, гуманитарные науки, они тяжелые для того, чтобы ими заниматься. Ну, я хочу поговорить немного о том, что я испытываю, и которые будут идти науки, но надо идти науки, но надо идти науки, но надо идти науки, науки и науки, и я думаю, что это важно для студентов, Я расскажу и о моем личном опыте научном, и также о такой теме как искусственный интеллект в нашем сегодняшнем обществе. Я думаю, это интересно для молодых студентов и для молодых журналистов. В этом году, в 1875 году, в Университете, у многих лингвистов и математиков, которые работали вместе и работали, которые работали в основном, и для многих лингвистов, которые работали в французском, которые работали в французском, которые работали очень важным в развитии того, что мы называем лингвистическое математическое. В период 1960 и до 1975 года, в СССР, это было такое время великых, блестящих математиков и лингвистов, которые сыграли огромную роль, в том числе благодаря переводам на европейские языки своих работ, в развитии этих дисциплин во всем мире. Я могу сказать, что некоторые люди, как Ревзин, например, Мельшук, Игорь Мельшук, Гладки, или еще Апрессиан, и другие, которые были tradуны в французском и которые позволяют, как я был в этом году, в том числе, в том числе, великих ученых, как Ревзина, как Мельчука, Апрессиана, именно их работы помогли нам, молодым тогда ученым, благодаря переводам на французский, на европейский языки, понять, как математика может помочь в изучении языков. Я думаю, что в 1977, как говорится, как в 1977, есть очень серьезно для них, но в 1977, велика была разъема между ускорбовными, ускорбовыми, 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 снижными, В 1970 году в Москве произошла очень важная встреча между лингвистами из Франции и из СССР. И тема этих встреч была автоматически перевод. Как автоматически переводить с русского, английского и так далее? Ваукуа, Бернар Ваукуа, он был информатичен францей и работал много на вопрос о том, что у меня есть результаты сомнений. И здесь вы видите на схеме так называемый треугольник Вукуа. Это был лингвист из Гренобля. И цель этой схемы – как перейти от языка оригинала, в данном случае французского языка, через автоматический перевод, через синтаксический, морфологический анализ, как перейти к определенному сгенерированному тексту на языке перевода, например, на русском. И главная проблема была как представить семантику, как представить значение и как представить смысл. И вот эта модель, которую я вам показала, треугольника Вукуа, она кардинально отличалась от того, что сегодня мы называем моделью перевод по гуглу. Потому что что происходит сейчас? Мы берем оригинал, например, на французском языке, запускается определенная процедура, текст переводится на английский, и уже только оттуда он приходит к русскому языку. То есть мы имеем посредник, язык английский, посредник. И результаты, может быть, не такие плохие, но просто... Просто здесь нет как бы глубинного понимания смысла оригинального текста. То есть просто сравнивается в процессе много-много-много вариантов перевода, и они как бы кумулируются в результате в единый текст, переведенный на определенный язык, в данном случае на русский. И одна из последствий вот такого треугольника по гуглу, перевода по гуглу, это то, что мы множим плохие переводы. Их становится все больше и больше. Они ссылаются друг на друга, и как бы такой снежный ком. Т? Конечно. � Évidemment, le modèle du triangle de Ha peut quoi, précédemment, était basé sur l'idée fondamentale de l'informatique. C'est qu'il faut savoir changer de représentation pour faire des choses compliquées. C'est ce qu'on appelle le problème de la compilation en informatique. В том треугольнике ВКОА, который я показала раньше, идея была совершенно другой. И это идея информатики, языков программирования. Чтобы поменять один язык на другой, нужно поменять репрезентацию, представление. Это так называемый принцип компиляции. И вот тогда в Москве, в 70-е годы, задавались фундаментальные вопросы. Не просто о переводе, но и о функционировании языков, о том, как менять семантическую репрезентацию. И о том, можно ли создать, можно ли придумать логику информатический язык, который был бы универсальным. Если мы следуем модели Google сегодня, то английский остается главным и основным языком. И это привезет нас к тому, о чем я скажу в заключении. Это о взаимоотношении между мыслью, языком и языковой деятельностью. kinds демократных событий, которые были в связи с этим, и другие главы от этих работ, специалисты, специалисты в проблеме и образовательском языке и лингвистике, из газа, и обemosотношения, и другие главы сети в союзrie, в то время, что в США и в Канайе, Это был случай Игорь Мельчук, который был в Монреаль, и Себастьян Шумян, который был в Еле. Они потом работали, кто-то в Канаде, кто-то в США, Игорь Мельчук или Себастьян Шумян. Но их деятельность продолжалась и там, и вот их наука, которую они развивали, она оказывала свое влияние на научные круги мира. Будь то в Монреале, где работал Мельчук, или будь то в Ельском университете, где работал Шумян. Alors, Себастьян Шумян a eu l'idée, tout à fait importante, et qui est toujours actuelle, d'utiliser, pour construire la sémantique, d'utiliser un langage logico-algébrique, qui est la logique combinatoire de Curie, d'un américain, Curie. В чем оригинальность теории и идеи Себастьяна Шумяна? Он предлагал использовать логика алгебраический язык, используя комбинаторную логику Curie. Мне повезло работать с Себастьяном Шумяном. Я приезжал к нему в Ельский университет, и я вот так резюмирую его главную идею, его предложение, это разница. Он ввел такое понятие как язык генотип и язык фенотип. То есть, если... Мы берем язык генотип, это такая структура, которая потом проецируется на конкретные языки. Русский, французский, болгарский, корейский и так далее. И вот этот язык генотип, это определенный инвариант, это структура, которую изучает комбинаторная логика Curie. Ну, я буквально в двух словах скажу, что такое комбинаторная логика Curie. Это логика, которая опирается на вот такую пару. Это оператор и аргумент операции. И благодаря этой логике мы, в принципе, можем понять, что такое вообще язык. Язык – это такая система, в которой есть операторы и аргументы операции. И вот взаимоотношения между ними, членами этой пары, и производят конкретные высказывания. И, может быть, лучше всего эта теория была развита в польской школе лингвистики. Так называемой категориальной грамматики. И вот здесь, голубым цветом, вы увидели то, что я называю ядром, ядро фразы, а затем высказывания на конкретных языках. Есть языки, в которых определенный порядок слов. Есть языки, где есть падежи, где нет падежи. Есть языки, где есть категория вида. – Ну, в которых есть упражнение, в котором есть падежи, в котором я перенесу. «Нойо» simple, «Jean est à Moscou», я могу avoir в французском, вы m'excuserez, я могу avoir ces variations, «Jean, il est à Moscou», «il est à Moscou», «Jean», «c'est à Moscou», «Jean», «à Moscou», «il y est», «à Moscou», «Jean», «y est», autant de variations renvoyant aux mêmes phrases «Нойо», j'ai pris un exemple très simple. Здесь я вам показываю самый простой пример, как бы фраза ядро, «Jean в Москве», или «Jean находится в Москве», а дальше вариации, «Jean, он в Москве», «он в Москве», «Jean», именно в Москве, «Jean», «Jean в Москве, он там», «в Москве», «ну да», «Jean там». On peut avoir d'autres variations, les diathèses, l'actif, le passif, le réflexif, on peut étudier tout ceci, mais c'est assez compliqué et technique, avec justement l'appareil de la logique combinatoire, et c'est ce qu'essayait de faire Chaumyan. Вот такие примеры, они изучаются с помощью combinaторной логики, это то, что делал Себастьян Chaumyan. Et donc, travaillant avec lui, nous avons publié ensemble, j'ai beaucoup appris justement de ce linguiste, puisqu'il était fondamentalement linguiste, de ce linguiste russe, et nous avons travaillé ensemble, mais j'ai dû, je vais expliquer pourquoi, prendre un petit peu une direction légèrement différente. Parce que dans l'hypothèse, que Chaumyan défendait, il y a un langage génotype, formel, universel, et puis on passe dans les différentes langues par des règles de projection. Est-ce que cette hypothèse tient la route, ou bien est-ce qu'il y a d'autres hypothèses et d'autres façons de travailler ? Donc, on a vu, justement, l'opposé, enfin, pas l'opposé, que la traduction à la Google prend l'anglais comme langue pivot universelle, ce qui pose peut-être des problèmes. Est-ce que nous pensons tous en anglais ? Alors, il y a trois hypothèses, deux hypothèses importantes et la troisième que je défends sur les rapports entre la pensée et les langues. La première hypothèse, c'est la hypothèse relativiste, la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse universelle. Je parlerai après de la troisième. Si nous parlons d'un rapport entre мышление et языc, c'est-ce qu'il y a trois главnées. La première, c'est la relativiste, c'est la s'apéra-ou-urfa, la deuxième, c'est la universaliste, c'est la troisième, et je le dirai un peu plus tard. Alors, l'hypothèse relativiste, c'est l'hypothèse qui est attribuée, qui porte le nom aussi de Saper et Wurf, qui sont deux linguistes, c'est que chaque langue en fait est unique et que finalement il n'y a pas de pensée universelle, on est totalement dépendant de la langue. Ну, relativistique c'est la hypothèse Saper et Wurf, deux linguistes, qui l'entendent, qui l'entendent, résuméreux, chaque langue est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une autre structure qui n'y a pas de pensée, et le pensée de la personne qui parle et qui parle et qui parle en un certaine langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée de la personne et qui parle en un autre une autre hypothèse qui est l'hypothèse universaliste. Et ici, je lui ai protége la suivante hypothèse universaliste. L'hypothèse universaliste ou anti-relativiste consiste à considérer qu'il y a des représentations sémantiques qui sont totalement indépendantes des langues. On retrouve, bien sûr, l'hypothèse un petit peu de Chaumyan avec le langage génotype et les langues phénotype. Cette universaliste hypothèse ou anti-relativiste est-à-dire qu'il y a une que une complètement незavisante de les langues. Il y a un un языc de pensée pour tous. Cette hypothèse universaliste est souvent utilisée implisitement, je ne dis pas explicitement, par un certain nombre de linguistes. Quelques fois, comme Chomsky, accepte cette hypothèse sans le dire explicitement. Et très souvent cette hypothèse используется implisitement, non-éxplicitement. Donc, многие linguistes ne disent прямо, qu'ils adeptes ou сторонs. Mais, например, Chomsky, je pense, qu'il y a beaucoup il y a разделiait. Selon cette hypothèse, on pense dans sa tête et puis, une fois que j'ai ma pensée construite, j'ai plus qu'à la dire dans une langue, que ce soit en français, en russe. Par exemple, Ina le fait très bien, passe d'une langue à une autre. Mais, dans cette hypothèse, voilà ma tête, je pense, je je formule la pensée. Et ensuite, je dois adept en un certain langage. Évidemment, ça pose problème, qu'est-ce que c'est ce langage de la pensée? Est-ce que la pensée est organisée comme un langage? Et donc, cette hypothèse me gêne un petit peu, et gêne un certain nombre de linguistes, et donc, moi je propose une autre formulation, que j'appelle l'hypothèse anti-relativiste. Et donc, cette hypothèse me fascine, je vous le dis. Et comme linguiste, je propose mon moyen de résoudre, la troisième hypothèse, je la n'appelle anti-relativiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, chaque langue, que ce soit le russe, que ce soit le français ou d'autres langues, chaque langue construit ses propres systèmes de représentation. Donc, il y a des schèmes qui sont spécifiques à la langue 1 ou à la langue 2, chaque langue construit ses propres schèmes. Et voilà, dans ma hypothèse, chaque langue, soit russe, soit francus, soit autre chose, il y a son propre système de représentation. Et ensuite, il y a son propre système de schèmes. Mais, contrairement à l'hypothèse relativiste, il y a des primitives, cognitives, communes, qui sont des constituants dans chacune des langues. Mais, en отличие de la première relativiste de la hypothèse, je crois, que existent общes linguistiques primitives. Et ces primitives existent dans chaque concrétement langue. Alors, évidemment, ces primitives, c'est aux linguistes de les faire apparaître par l'analyse des langues. Et je donnerai un exemple de primitives. La plupart, on pourrait dire presque toutes les langues, expriment une notion d'agentivité. Je vais expliquer. Et, d'après, c'est déjà un problème linguistique. Vous avez et vous montrer à l'analyse ou 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 à l'analyse et je vais vous dire au sujet de l'analyse ou à l'analyse. Alors, les langues peuvent exprimer du mouvement, des changements, mais un agent peut avoir le contrôle de ce mouvement ou de ce changement, c'est-à-dire, finalement, la capacité de déclencher ou d'interrompre un mouvement ou un changement. par exemple, je peux en tant qu'agent j'ai le contrôle de prendre cet objet et de le déplacer, mais c'est moi qui contrôle ce mouvement. par exemple, je prends un objet et je suis un subjet et je le remercie à la table et je contrôle mon acte. Donc, la linguistique actuelle dans ce courant de la sémantique cognitive justement montre à tendance à dégager un certain nombre de primitives. Évidemment, il faudrait en travailler plus longuement pour montrer la pertinence de ces primitives, ce que je ne vais pas faire ici, bien sûr. Et aujourd'hui, la linguistique, ce que nous appelons cognitive et la semantique, elle travaille над этими primitives, над тем, comment elles sont важны, comment elles sont pour les описer, обнаружir dans les différents langues. Bien sûr, cela s'applique отдельного разговора. Alors, cela pose, bien sûr, d'autres problèmes et je ne voudrais pas parler trop longtemps parce que d'autres problèmes sur, justement, non seulement ce qu'est la traduction, mais ce qu'est l'activité du langage. Et cela va nous amener en quelques mots à parler de l'intelligence artificielle actuellement. Et ici, il y a d'autres problèmes, non seulement la проблема de la traduction, mais aussi la проблема de la traduction. Et maintenant, je vous expliquerai quelques mots sur l'intelligence de l'intelligence. Parce que, finalement, le problème, et je pense que ça peut vous intéresser, notamment dans une université orientée vers les sciences humaines, il faut savoir distinguer le faire et le savoir, et le savoir-faire aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on sait faire les choses qu'on a compris ce qu'on faisait. parce que le faire, c'est le cas de la traduction, par exemple, à la Google, même avec un Google plus profond, bien sûr, il y a des résultats qui sont là, qui ne sont pas mauvais et il n'y a aucune raison de ne pas utiliser ces traducteurs. Mais cela nous éclaire en rien sur ce qu'est l'intelligence qui est derrière la manipulation d'un langage qui manipule des représentations sémantiques. Mais nous ne comprends pas ce qu'il y a l'intellect qui se trouve contre ce processus de manipulation de la langue. Car, évidemment, ce traducteur à la Google, c'est de la traduction sans compréhension. Et sans reconstruction de représentations sémantiques. Or, si on s'intéresse finalement à ce qu'est l'activité du langage, car c'est tout à fait profond, qu'est-ce que c'est que le langage, qu'est-ce que c'est que le langage exprimé par les langues. Il faut être capable de montrer comment à partir de primitifs se construisent les différents schèmes de signification selon les différentes langues. Or, les modèles actuels d'intelligence artificielle travaillent essentiellement sur des apprentissages à partir de documents qui sont appris en quelque sorte et on essaie de reconstruire la même chose sans comprendre en changeant des mots pour s'adapter. Il y a donc peut-être un abus à parler d'intelligence artificielle, c'est une technique, un savoir, un faire, un faire, mais ce n'est pas une réflexion profonde sur ce qu'est le langage et ce qu'est l'activité intelligente de l'homme. ce n'est pas d'apprendre un certain nombre de mécanismes, en particulier les mécanismes humains. je pense, que la science, la science, la science, la science, la science, doit nous apprendre à comprendre ce sont определенные mécanismes de la pensée de l'homme. Ce n'est pas un certain mécanisme de l'intelligence. Я умею без особого стремления понять, что я умею. Конечно, нужно работать с логикой, с мощной системой логических операторов, по каре, которую я процитировала. Итак, мы и приблизимся к пониманию того, что есть языковая деятельность. Спасибо. Да, дорогие коллеги, вот на самом деле мы видим, как междисциплинарность имеет огромное значение для нас, для гуманитариев. Мы знаем, что сейчас принято, и наши власти от нас требуют, от ученых, что делайте исследование на каком хотите языке, опубликуйтесь на английском. Как историки мы знаем, что в XIX веке языком науки были французский и немецкий, до этого латынь, то есть происходит некая трансформация. А сейчас, благодаря машинному переводу и искусственному интеллекту, мы видим в динамике, что в принципе-то можно публиковать на любом языке. И мы, например, в нашем электронном ноже истории это хорошо реализовали. Можно публиковать на любом языке, и искусственный интеллект поможет читателю понять основной смысл содержания, и не нужно совершенно мучиться и делать на английском языке именно свою статью. И в ближайшее время, судя по всему, в XXI веке мы действительно сможем и говорить, и писать на любом языке, на том языке, который нам удобно. А дальше уже благодаря, собственно, развитию этих технологий, любой желающий сможет это спокойно перевести. Эта тема очень, конечно, важна именно для нас, для понимания того, какой будет наука в ближайшие десятилетия. Ну, вы как мы... Да, хорошо. Да, но у нас, собственно, по нашему графику, 10 минут. Поэтому я предлагаю вопросы можно к любому, наверное, да, из докладчиков. Эвентуэлемо, какие-то вопросы. Продолжение следует... 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 Добавил субтитры, это теория нудж, это патернализм лидерал, в котором мы говорим в Украине, как кадр, в котором мы могли бы производить изменения коллектива, в comportах. И я думаю, что этот рапорт между сознанием и сознанием, это также важно в следующем вопросе, потому что, как, например, Николас Луман нам показал, но даже не теоретичный чилин, который называется Матурана, мы можем сделать в социсте, что Луман называет « куплажа функциональ», то есть, что мы можем общаться с Google Assistant, у нас есть ощущение, что мы можем общаться с человеческими, но эта человеческая интеллектация является форма именно в том, как вы говорите, на дескриптинг. Так что мы можем с тем, что это будет коордоннеть с машинами, без того, чтобы эти машины функциональны как эти люди. Но это может быть даже на интернете между этими людьми. То есть, мы можем быть с тем, что это будет коордоннеть между этими людьми, без того, чтобы задать вопрос о том, как вы выскрите в вашем вопросе. Я очень кратко приведу для русскоговорящих участников вопрос от Масима Леоне из Университета Турции. Ирина, Италия. Оба наших выступающих затронули проблему отношения между знанием и сознанием или осознанностью. Это то, о чем говорил Фертинандо Сассюр, великий лингвист, что лингвистические изменения настолько сложные, что их можно сравнить только с геологическими изменениями. И здесь вопрос возникает о определенном и политическом патернализме, и об экономии, когда мы говорим об изменениях климата. И скорее ко второму докладчику вот еще такой комментарий, что когда мы используем искусственный интеллект, например, мы стараемся строить диалог с помощью Google Assistance, мы вынуждены как бы координировать себя с машиной. Но проблема в том, что мы пока еще не умеем координировать себя между людьми, между собой эту координацию не выстраиваем, потому что не все понимаем. И может быть, чтобы подстроиться под машину, а машина подстроилась под нас, вот речь как раз и идет о том, как превратить сознание в осознанность, в осознанность наших действий, в понимание того, что мы делаем. Временно, в том, что у больного пациента и его пациента. «А как вы? Вы у вас болит?» « Я не чувствую себя хорошо». « Дайте мне больше». « Я у меня проблемы с моей мамой». « А да, дайте мне больше». « И ваш папа?» « Редакторая, это явно, как я не буду.» « У меня уже все программы проходит, в рауках.» « Вы говорят, что я на смирна, я возвращаюсь на ваш папа». Вот так, пока. « Наш методов используется» в Индивежежежественной акции, у меня в частности, в таких вопросах, Продолжение следует... ...que vous avez le pilote qui ne sait plus enrayer le système et il dit non, ce qu'il faut faire c'est monter. Et le système dit non, non, moi je descends. Et on arrive à des catastrophes. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas assez bien compris le logiciel et l'interaction qu'il devait y avoir entre le pilote et le système qui prenait des décisions. Donc pour moi c'est un petit peu dangereux d'avoir des systèmes qui agissent sans qu'on comprenne comment ils ont pris telle ou telle décision. Donc il y a une réflexion à mener. Quelquefois ça peut être tout à fait utile mais il faut se méfier un petit peu des choses. Demain je développerai l'idée que les langues sont des systèmes qui permettent le dialogue. Et ce, à ma connaissance, parmi tous les systèmes de communication, seules les langues naturelles ont cette capacité de permettre et de construire le dialogue. Donc, il faut faire attention à l'illusion. Voilà. Je vais vous dire que la question de 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 l'intelligence. Здравствуйте, какая у вас проблема? Такая-то проблема. Какая у вас точно проблема? Скажите больше. Вы знаете, у меня проблема с моей матерью. Скажите больше. У меня она больна тем-то. Скажите больше. Скажите о вашем отце и прочее. То есть мы просто брали определенные слова и их повторяли. Вот то, что происходило в искусственном интеллекте на заре. Сейчас, конечно же, более сложные уже схемы используются, но, как мне кажется, настоящего диалога действительно пока еще нет. И конкретные примеры, и примеры катастроф, к сожалению, которые происходят, это, например, пилот самолета, который может не понять точные инструкции своей информационной системы, и таким образом бывают, происходят трагедии. А на самом деле просто диалог между ними не выстроен. То есть он понимает команду своей системы, как, например, спускаться, а его человеческой логике нужно, наоборот, набрать высоту. И, на мой взгляд, я считаю, что все-таки настоящий диалог пока это только естественные языки позволяют нам выстраивать настоящий человеческий диалог. Но нужно думать о том, как мы понимаем друг друга. Велик, я хочу сказать вам несколько слов о вопросах. В частности, в обществе, когда мы здесь делаем один патер, в очередной языке, или в другую другую. Возможно, очень часто, мы пишем в английском, в многих странах. В процессе из-за книги, и я уверен, что это же самое в литературе. Мы делаем первый брюйон, и потом, мы делаем его в языке, мы увеличиваемся. Практически, когда мы работаем на тексте то, что мы работаем на тексте, и это несколько этапes позволят верить. То, чтобы взять к примеру, что вы донете, я думаю, что это важно для того, чтобы в определенном обороне, например, в интернете Google, или в этих вещах. Но это не должно быть только первой этапе. И если мы остановимся там, я могу сказать, потому что мы вели это несколько раз, Мы достигнуты, если только это, которые не понимают, очень честно. И так, я думаю, что это важно использовать эту первую этапу, потому что все люди не используются все языки, но нужно, чтобы, derrière, есть несколько этапes. Это была первая вещь. И я у вас есть маленькая вопроса для вас. Вы эксперименете на Google traduction на поэме? — Итак, я также резюмирую небольшой комментарий Доминика по поводу перевода. Да, конечно же, мы ученые, мы должны публиковаться на разных языках. Мы во многом пишем на английском. Не все владеют им в достаточной степени идеально. И поэтому, конечно же, я считаю, что тут самое главное — это этапы. Да, мы пользуемся автоматическим переводом и переводом по Google, но главное — это черновик. Дальше мы себя перечитываем, мы себя редактируем на нашем языке, мы себя улучшаем. Ну и, естественно, невозможно ограничиваться переводом по Google. Главное здесь — этапы усовершенствования наших текстов. И у меня встречный вопрос к господину Декле по поводу Google. А что вы думаете, и пробовали ли вы автоматические переводы поэзии? — Да. — Да. — Да. Продолжение следует... ...autour de problèmes comme ce qui est très débattu depuis 5-6 ans, l'évidentialité, où il n'y a pas la même connotation en anglais et dans les autres langues. Et si bien qu'il y a une confusion dans le débat, même si ça se passe en anglais, où les gens n'interprètent pas les choses de la même façon. Alors pour revenir au poème, c'est amusant mais ça ne marche pas pour les poèmes. Pour les poèmes et même la littérature. ... 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